друзья мы движемся к следующей локации мы не ищем трет легких путей да и принципе видимо руководство города страны тоже не их не ищет за спиной у нас до велодорожка которую вы видели в прошлом видосе и мы передвигаемся к следующей велодорожки вот вы видите на карте и принципе вы сами видите что-то творится зимой побаиваюсь тут ехать чтобы не растянуться в луже поэтому пару десятков может быть сотен метров до сухой плиточки мы проявить пройдем пешочек повторюсь друзья что этот видеоролик дат этот формат видосов он тестовый если вам зайдут такой формат тест велодорожек и оценка их по десятибалльной шкале по разным критериям обязательно дайте мне об этом знать дайте мне об этом знать чтобы я понимал что вам это интересно в комментах лайком пальцем вверх или подпиской и и и и и друзья если я правильно понимаю проехав весь этот трэш у нас спереди буквально через пару десятков метров если вы видите вот на той стороне этой стороне дороги где сейчас разворачиваются машины там начинается новая велодорожка вы ее видите еще раз на скриншоте с карты google карта она отмечена синим и мы сейчас скотнем по ней с этой стороны была пешеходная зона я не вижу на ту сторону никаких светофоров пешеходных не вижу зебры не вижу тут наверное придется от аж вот до того светофора топом да действительно как я и подразумевал вот тут у нас должен быть переход видимо ну опять же переход есть а подъезды к нему да свезда но как бы не сложилось отсюда мамы с колясками отсюда самокачек и велосипедисты должны просто но видимо спрыгивать спрыгивать с этого тротуара ну или второй вариант двигаться вот по самому нижнему уровню оближая столбы один столб второй столб светофорный и уже сюда потом заруливать на велодорожку на велодорожку на пешеходный переход ну а дальше опять же на той стороне если вы видите там понижение никакого нет поэтому пешеходный переход тоже для избранных спрыгиваем из бровки и двигаемся навстречу навстречу высокому бордюру то есть вариант 1 обходить слева да то есть мамы с колясками прошли вариант 2 обходить справа но окей даже если мы вот тут вот запрыгнули все дальше газон и даже если наверх мы запрыгнули дальше опять же вот тут вот здесь должен куда-то быть непонятно куда я не буду возвращаться назад где она начинается это буквально ну там может быть 100 метров он до конца этого дома который строится вдалеке я вижу разметку действительно там где женщина и мужичок стоит в красном в красной куртке вот это дело дорожка якобы скорее всего двигается сюда 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 и проходит ровно через вот этот автомобиль без мы ближе подъедем мы не будем еще разбираться просто мы видим справа знак и начинаем двигаться по нашу законная дорожка скорее всего как раз дело дорожка вот тут вот под автомобилями наверное могу предположить потому что сразу за автомобилями начинается разметка черт его знает летом нужно приехать посмотреть начинается разметка и разметка в принципе есть разметка есть разметка с велосипедиком обедем а дальше сюда сюда нео ты выбираешь такую пилюлю красный или синий или зеленый три варианта у нас ну с вашего разрешения я катну не по грязи а по закрытой местности главное головой не зацепиться тогда все будет зашибись возможно опять же смею предположить что велодорожка проходит как раз подо мной и подтверждение этих слов если очень присмотреться то можно увидеть вот как раз разметку вот видите вот она разметка идет сейчас видимо строится дом то чуть-чуть чуть-чуть пришлось пододвинуть и велосипедистов и пешеходов но такое если 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 это действительно поможет да и это действительно приведет к более качественной дело инфраструктуре именно строительство этого дома то я готов потерпеть так тут мы видим дальше дело дорожки она проходит вот и вот кстати возможно кто не знает друзья вот смотрите лежащий полицейский на дело дорожки лежащих полицейских быть не должно то есть по правилам даже если его устанавливать раньше чем прокладывать велодорожку потом этот кусок лежащего полицейского должны просто срезать срезы чтобы делать что если можно можно могли попрямую просто проехать все закончилась у нас голодорожка дальше мы двигаемся по интуиции по интуиции я могу предположить что она должна дальше проходить как раз немного ускорим и тут видите у нас велосипедисты и автомобилисты люди вот здесь тут у нас велодорожка как раз очерчена красным камнем и нанесено на нее как раз изображение велосипедистов но почему-то при этом все равно не хватает многим места и люди идут просто ну там где удобнее то есть все в принципе привыкли двигаться в максимально правее к дороге но то что это дело дорожка она в принципе на людей не влияет но люди не привыкшие не привыкшие вы знаете друзья если вы выйдете на дело дорожку к примеру где-то в австрии где-то допустим в европе то велосипедист даже и ну не задумается о том чтобы куда-то где-то как спасом ехать вопроса скорее всего есть именно такое предположение вас снесет и он будет прав ну как прав он не он будет невиноват по традиции велосипед двумя рулями мы проехали перекресток мы проехали по светофору и люди пока что пока что в принципе идут так как им в принципе нужно я не знаю автомобили должны пропускать ему потому что тут в принципе тротуар если считать что моноколесо это пешеход то по идее автомобиль должен пропускать если мы на моноколесе люди в принципе ходят по левой стороне там небольшая зона которая не очищена ну если по два человека в принципе можно как бы немного объехать пока что мне нравится мне нравится плиточка хоть в принципе на ней немного как бы сложновато управлять особенно когда она со временем просто выкрашивается до выдалбливается как это на на набережной от моста метро до до почтовой площади она начинает ходуном ходить и в принципе довольно сложно на ней потом быстро передвигаться ну как-то как-то некомфортно так скажем не то что неудобно некомфортно девушка которая стоит телефоном на велодорожке но ничего страшного мы не гордые мы объедем немного ускоримся неровности как это полагается на дороге надеюсь девушка сейчас у нас отодвинутся отодвинулась карета у нас немного мешает бывает намного хуже бывает баки стоят бывают лотки с бабушками стоят ну как бы не зимой сейчас февраль месяц и пока что такого хаоса как бывает летом или весной в принципе не я не вижу вот это дело дорожка которая вот это заканчивается ну в принципе я не знаю что она там закончилась она должна идти за мою спину да не под пешеходному переходу и куда-то туда хотя это было бы тоже неплохо а за мою спину вдоль автомобильной дороги и туда на проспект препятствий особых как бы нету если не считать лёд да лёд и штендеры которые скорее всего летом тоже выставят если не считать выходящих переходов выходящих пешеходов извиняюсь киоск который который мы почти закрыл полностью да вот посмотрите количество места которое которое выделили до проезда до прохода пешеходов и вот тут дальше если вы очень очень внимательно присмотритесь вот тут дальше вот еле заметная полоса еле заметная полоса вот это же дело прошлой будущий и настоящий велодорожки ребята сейчас чем не идут справа как раз велодорожка дело дорожка и она уходит она уходит если вам видно вот красная давайте я против солнца стал не видно ничего и она уходит как раз оттуда и вот туда на той стороне на той стороне знак велосипедик и дальше она идет по традиции мимо автобусных проверенных остановок до даже не знаю куда малеха расчищена малеха не расчищена там где не расчищена мы будем переезжать пешеходный участок вот тут вот видите у нас все это дело как раз для велосипедистов подсвечено ну подсвечено с примеси такого-то красного красителя и отделено небольшой небольшой дровочкой в надежде на то что люди как раз наверное не захотят переходить через эти 10-сантиметровые брестки есть понижающие здесь понижающие вот эти вот бордюрчики есть неровности ну таких существенных каких-то вопросов пока что нет вот как вы думаете кто навалил вот эту кучу эту кучу навалил кло ну как навалил они убрали ее они убрали ее но видимо все это дело сместили и навалили сюда на велодорожку но левее на два метра кинуть ну это сюда уже ума не хватает когда поставите следующее препятствие на дороге ехали мы ехали переехали с правой стороны дороги через зебру где мне посигналил автомобилист почему-то на эту сторону хотя он должен пропускать велосипедистов которые двигаются по красной разметке по красному пешкому приходу дальше мы двигаемся двигаемся и вуаля мы натыкаемся но видимо на остатки работы от установки столба в темное время суток если эта куча если эта куча внезапно появится то довольно будет ну скажем так сложновато сложновато притормозить помять и все остальное а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, метро Харьковская... Говорю очень громко, потому что стою под мостом и тут, конечно же, все это дело не слышно. Метро Харьковская, приехал я вот оттуда, да, вот, дело горошка, и хочу я проехать вот туда. Ну, во-первых, сами вы понимаете, да, что то ли сюда нужно ехать, то ли туда. Ну, опять же, по карте я посмотрел, и в принципе... И в принципе, по карте у нас проезд должен быть где-то тут. Тут у нас троллейбусная остановка, тут у нас люди, тут у нас метро Харьковская. Дальше у нас как раз по традиции жанра у нас апельсины с мандаринами, через которые эта голодорожка должна проходить. Никаких опознавательных знаков, никаких отметок нету. Дальше мы должны проехать по прямой, учитывая, что, в принципе, мы являемся пока что еще пешеходами, мы можем не спешиваться на зебре. И вот там вдалеке я вижу на той стороне, видите, на той стороне вижу знак от Макдональдска, там где две женщины стоят, я вижу знак велодорожки, дальше продолжается. Опять же, тут понижайка есть, понижающий бордюр, да, тут его нету, но они вышли из положения, в принципе, завалив сюда асфальта. Дальше едем уже по хорошей, в принципе, велодорожке. Вот тут у нас красный как раз цвет, автомобилист решил нас не заметить, ну и правильно зачем пропускать. И дальше, проехав небольшую лужу, я вижу лишь красную велодорожку, уходящую в горизонт. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, посмотрите, вот мы приехали оттуда, там здесь знак, даже белая дорожка, тут идет у нас белая дорожка, красный кирпич, а дальше, а дальше сюрприз, а дальше сюрприз на скорости, вы попадаете ровно на газон, ровно на газон, ну, возможно, можете зарулить вот сюда еще на пару метров, сложно сказать, почему бы не сделать вот эту вот всю штуку и продлить дальше, я понимаю, если бы она так закончилась полностью, но через 100 метров по широченному тротуару, где, в принципе, можно было этот красный кирпич продлить, она возобновляется? Или это знак, что вся ширина тротуара наша, велосипедная, моноколесная, пешеходная, нет, пешеходная тут ни при чем, ну, пока я еду, я, честно говоря, не понимаю, то есть за моей спиной вся ширина тротуара, это белая дорожка, знак относится к чему, где, или это про запас? Ох, сложно, сложно, невозможно, вот и катнули мы по велодорожке, по тестовой велодорожке, от пересечения с улицей из Долбуновской и Днепровской набережной, дальше она шла через Ривер Мол, мимо Аркадию, ходила на проспект Миколы Бажина, проходила через Сокорки, Позняки и Вырлицу, да, Харьковский и Вырлицу. Ну, подведем итоги, подведем итоги по нашим с вами впечатлениям, по нашим критериям оценки, что я бы поставил этой велодорожке, значит, покрытие, покрытие по 10-бальной шкале я бы поставил восьмерку, то есть покрытие хорошее, качественное, относительно качественное, относительно мало каких-то неровностей, да, имеется в виду какие-то люки, ямы, в которые на скорости можно залететь и хорошо разложиться. В целом 8, то есть можно стремиться еще к идеалу, но есть некоторые моменты. Следующие преграды, это автомобили, киоски, какие-то ларики с апельсинчиками, тут я бы поставил тоже восьмерочку, то есть если взять 100% пути, то 80% с небольшим крюком, я ехал, в принципе, отлично, то есть да, были на метро Харьковская, где у нас киоск выпирал углом, были пару лоточков с мандаринами, с апельсинами, были там автомобиль где-то, не помню, стоял, ну то есть в целом, в целом сносно. Дальше у нас разметка. По разметке именно в этой велодорожке, в этой ситуации я бы поставил пятерку. Почему? Потому что, да, там есть участки идеальная разметка, но те участки, где этой разметки нет, а она должна там быть, потому что ты едешь и не понимаешь, куда дальше двигаться, и даже там, где велодорожка ограждена небольшим выступом бордюрного камня, там все это отлично. Но есть участки, которые вот портят всю, знаете, как ложка дегтя в бочке с медом. Люди, людей почти не было, поэтому по 10-бальной шкале я ставлю девятку, я ехал без людей, там буквально в одном месте девушка стояла с телефоном, две бабушки шли. В целом людей на велодорожке не было, потому что она широкая, тротуар широкий, и достаточно там места, чтобы не идти по велодорожке. Общую оценку, общую оценку я этой велодорожке, назовем ее Харьковская, да, вот так, Харьковская велодорожка, общую оценку я бы поставил, наверное, восьмерку. Восьмерка это та оценка, которая говорит о том, хотел бы я, чтобы подобные велодорожки с подобным покрытием, с подобным подходом, с подобным количеством знаков, с подобной шириной, цветом, были бы по всему городу Киеву. Да, наверное, да. Восьмерка это довольно высокий знак. Люди, которые ездят тут летом, весной, осенью, за время движения я встретил одного только курьера на велосипеде, больше, в принципе, никаких не было, ни двухколесных, ни моноколесных. И, честно, завидую, в принципе, тем, кто проживает вот в этом регионе, в этом районе, потому что есть возможность добираться быстро по относительно гладкой велодорожке. Если вам видос зашел, это пробный формат, если вы хотите, чтобы я и дальше снимал разные велодорожки и давал свои злоключения по поводу качества по сумме четырех или пяти критериев, дайте мне об этом знать в комментах под этим видео. С вами был Пашик Ломик, до новых встреч, всем пока! Продолжение следует...